Хромой Я проиграл в моих победах Народ в собрании раздражённый Заперты миссионеры в своём доме Я спрятал милостыню в банке И расстрочил обещание Замороженное ману А нет, сегодня в слове жара Страшный добрый самарянин В праздниках проводят время Они, как братья христиан Уже не страшно, не страдают Соль перестала быть солёной Церковь не выходит в поле Как насеянное дерево Под кроватью свет зажжённый До спеки ржавчиной покрылись Гроши в холоде хранятся Деньги с золотом имеют Но кровь мы уже не в пляже Соль перестала быть солёной Церковь не выходит в поле Как рассеянное дерево Под кроватью свет зажжённый До спеки ржавчиной покрылись Гроши в холоде хранятся Деньги с золотом имеют Гроши в холодный смысл Браво! Я тоже скажу что-нибудь. Ты не против? Нет. Нет интернета. На самом деле, мы когда ехали, разговаривали, что-то будет говорить, не будет, как все пойдет. В конце концов, все пошло по-другому, как всегда, когда что-то готовишь, всегда что-то идет по-другому. Я сейчас сидел, думал, что могу тебе сказать, и у меня такой вопрос, а вы всегда вот так активно участвуете, или это потому что мы приехали? Серьезно, потому что я куда хожу, там поют только хор. Ну и еще 2-3 человека, все остальные просто сидят. У вас всегда так все активно, да? у нас поют. Хорошо, мне тоже нравится. Очень хорошо, когда... Сегодня особенно. Он мне может обмакнуть. Хорошо, когда люди горят, да, Бога, правда? Просто я тоже, в чем думал, не то что там, последнее время, не последнее, что-то даже сегодня получил. Вот когда Алексей бел песню. Вы поняли, о чем песня вообще? Это грустная которая? Ну да, так сказать. Она грустная, да. Но она набивает на мысль определенное, да? Потому что она говорит о том, как человек, который шел когда-то, да, и зачаровался в том, что делал, и у него вот это все вот, пошло одно с другим, да? Там и доспехи прожарили, там и манна замерзла, и все остальное, да? И милостыня, вместо того, чтобы раздаваться, она в банке хранится, да? И, как бы, я вот об этом чуть-чуть хотел сказать, немного, потому что у нас потом масса скажет по почте, как всегда. Вот. А я хотел сказать, что вот, хорошо, когда у нас есть вот этот огонь, да, который Бог однажды зажег в наших сердцах. И хорошо, когда мы поддерживаем этот огонь. Потому что, когда он превращается в угли, это еще пол беды, да, но когда угли превращаются в пепел, уже трудно потом разжечь. Да, или меня? Согласны? Да. Поэтому это то, то, что я чувствовал, да, в своей жизни, вот до того, как вот у нас вот это движение, все началось, началось вот это обновление, да, я чувствовал, что вот если я так продолжаю, да, как я вот пришел и за эту, да, там, будет там, церковь работа, работа, церковь церковь работает, и я понимаю, что вот если так продолжать, то в конце концов так и будет. И что происходит, когда ржавеют наши доспехи? Они перестают нести свою функцию, правильно? Они перестают нас защищать. И как только вот этот огонь в нашей жизни начинает угасать, как только вот наше желание, да, стремление о Боге, желание жить и быть угодным Богом, как только в нашей жизни это прекращается, или угасает, скажем так, да, и полностью прекращается, но мы становимся уязвимыми. И это факт. Потому что когда мы горим, когда наши доспехи в норме, что с нами может случиться? Но как только наши доспехи начинают проявляться дырки, какие-то отверстия, да, которые могут проникнуть, да, та или иная зараза, можно так сказать, это очень опасно. И это то, о чем я думал. И когда вот это движение началось, да, вот. Вы знаете, о чем все это началось? Потому что Макс рассказывает, ну так, поверхностно. Грубо говоря, вот все началось, у нас были поминки, да, у нас там умер один друг. И мы сидели, просто там, ну, пели песни какие-то там, общались. И все, приехал Макс, говорит, вот так и так, получил откровение, появилась такая миссия. И я вот скажу за себя, да, я ни секунды не сомневался. Как бы я сразу сказал, давай, начинаем. И так все пошло. И вот этот огонь, он разгорелся, буквально за, там, не знаю, там, считанные минуты, там, часы, да. То есть это было все в субботу, в понедельник у вас уже был зал. То есть это так все настолько быстро, настолько все это загорелось, настолько мы получили это подтверждение, да, что мы должны это делать. И, как бы, основная цель, которая вот это сейчас постигла, то, что вот разжечь огонь, да, в людях, которые начинают угасать. Это очень важно. И это то, к чему мы хотим вас призывать, то, к чему я хочу вас призывать. Потому что в мире очень много людей, которые когда-то горели для Бога, когда-то что-то имели. Вот этот огонь превратился в пепел. И очень важно прийти и раздуть этот огонь. И для этого Бог хочет нас использовать. Я это очень ясно чувствую, очень ясно понимаю. Потому что если не мы, то кто? Никогда не задавали такой вопрос себя. Если не ты, то кто? Очень часто для нашей жизни удобней, да, спихивать что-то на других. Это я по себе очень хорошо знаю, потому что я не настолько там быстро, да, на какие-то принятия решений или на какие-то движения. Ну, есть вещи, в которых нам надо двигаться, есть вещи, в которых нам надо как-то себя ущемить, как-то себя, вот эту вот нашу жизнь, которая нам удобна как-то более, менее, сделать менее удобной, да, чтобы что-то отдать, чтобы чем-то пожертвовать. И это очень необходимо. И это то, к чему я хотел бы вас призвать. Чтобы мы как бы... Потому что от этого все идет. Чем больше нашей жизни суеты, тем больше у нас самих же проблем. Но когда мы начинаем... Чем больше мы отдаем, тем больше мы сами же получаем. Аминь. Аминь. Это так и есть. Это то, что работает. Это вот как Макс говорил, что есть вещи, они работают определенным способом, да, есть метод работы. Это так работает. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты сам же получаешь. Плюс приносишь пользу, плюс благодаря тебе поднимаются другие люди, плюс ты служишь Богу, и Бог тебе рад, и тобой доволен. А что может быть лучше? Что может быть лучше, когда ты живешь и чувствуешь, что Бог тобой доволен? Есть что-то лучше? Мне трудно вот так вот на скидку придумать, да? И это то, к чему я хочу вас призвать, чтобы мы постарались, да, понятно, что сейчас не побежим все, да, искать потери людей. Но чтобы в это семя, оно упало в сердце, от этой искры, она загорелась, и даже был огонь. В этом городе, в Буфе, в Башкирии, я не знаю, как бы, так как то, что мы стараемся сделать в Самаре, было бы неплохо, да, чтобы здесь это тоже было. Потому что, действительно, нуждающихся людей много, и Бог хочет от нас, каких-то жертв, каких-то движений, каких-то, не знаю. Аминь? Ну, в принципе, все.